Военно-патриотический клуб «Гефест» отмечает в этом году юбилей – 30 лет. Очень интересное и необычное название клуба. По словам руководителей, они долгое время думали над названием. Очень много названий уже было использовано. А это что-то было новенькое. Потом, когда посмотрели в мифах Древней Греции, оказывается, это был бог ремесла и кузнечного дела. Ну а раз ремесло и кузнечное дело, то есть как бы кузнецы своего счастья. То есть ребята, которые воплощают в жизнь свою мечту. То есть кто хочет кем стать, они реализуют вот в этом клубе себя. Поэтому мы остановились на этом названии и дальше стали уже с этим названием жить. К этому времени в клубе произошли кардинальные изменения. За 30 лет своего существования клуб прошел нелегкий путь становления. От подвала в жилом доме к полноценному клубу, который располагается на двух этажах. От общественных начала и энтузиазма ребят до профессионального тренерского состава. Когда я пришел в подвал, там ребята занимались, комнатку себе благоустроили немножко, натаскали туда железо и занимались спортом. Когда было им предложено, давайте сделаем все это более цивилизованно и красиво, они поддержали эту идею, начали ремонт делать. После этого пришла идея, что же дальше. И когда вот дальше начали думать, мы остановились вот на такой идее, что желательно бы, чтобы у нас был военно-патриотический клуб. Вот. И потом уже эту идею начали воплощать в жизнь. В 90-м году зарегистрировались как юридическое лицо и потом уже развивались совместно с помощью отдела по делам молодежи, Кумертаусского авиационного производственного предприятия и других людей, которые помогали нам. Вот. Начали уже делать военно-патриотическое объединение «Гефест». Теперь в клубе просторные тренировочные залы, учебные классы, профессиональный педагогический состав. Клуб работает под таким направлением, как пауэрлифтинг, бокс, начальная военная подготовка, рукопашный бой, спелеотуризм и краеведение. На базе действует также музей «Войны России». Музей боевой славы создан в 2009 году по инициативе Марины Михайлевой. Идея зарождения музея неспроста. Воспитанники клуба ежегодно ездили на раскопки и находили различные археологические предметы, исторические документы. Такая работа расширяет кругозор, формирует гражданское самосознание молодого человека, прививая ему навыки исследователя, а также патриотическое воспитание. За время существования клуба сформировалась достаточная материальная база. Наш музей ведет работу по истории всех войн, начиная с 1812 года. По отечественной войне 1812 года был сшит костюм северного амура башкирского воина. Также изготовлены куклы-манекены гусарской формы. Также ведется работа по гражданской войне. Наши ребята выезжали на раскопки в деревню Ольховка и оттуда привезли кое-какие экспонаты. Штык-нож от винтовки Мосина. Стоит отметить, что около 300 человек ежедневно посещают различные секции. Многие из них делают упор на все существующие в клубе направления. И они должны все развивать. То есть немного того, немного того, немного того. Потому что в жизни это все пригождается. И когда разносторонние вот эти вот занятия, тогда это более интересно. А если хочешь ты добиться чего-то там большего, например, вот в боксе, да, у нас вот кандидат мастера спорта сейчас есть у нас. Вот. И много перворазрядников. То тогда уже упор делают вот на этот вид спорта именно. То есть туда уже и на соревнования соответствующие готовятся. И соответствующая специализированная подготовка происходит. И тогда они уже вот эти результаты себе набирают. В коллекции клуба не только личные достижения и награды спортсменов. Так, например, три года подряд военно-патриотический клуб «Гефест» становился победителем республиканского фестиваля военно-патриотических клубов. То есть трижды был признан лучшим военно-патриотическим клубом Республики Башкортостан. Благодаря отличной работе воспитанники клуба проходят службу в рядах российской армии. Некоторые выбирают профессию военных. Физическая подготовка и знания, полученные в клубе «Гефест», помогает при поступлении в военные учебные заведения и для службы в армии. Так, за последние годы шесть воспитанников поступили и обучаются в специализированных учебных заведениях. В их числе есть и девушка. Военно-патриотический клуб «Гефест» дает не только знания, умения и навыки, но помогает выбрать свой дальнейший путь своим воспитанникам, которые становятся его гордостью. Действительно, shinboard в кучу как-то удивятся в этот момент. Продолжение следует...